Деревянный мост был со сладбалом, и у проезжающих проверяли документы, взимали пошлину с завоз товара, следили, чтобы ночью в город из леса не набегали вулк. Рядом с Аничковым мостом стоит Аничков дворец. С реки мы видим только часть построек, светлое двухэтажное здание с колоннами. Сам дворец располагается на университетах. Деревянный мост сооружался по великому и графическому завозу. Деревянный мост был университетах. Вступившая на престол Екатерина Елисеев изначально был припасным городом Шереметьевым. Обратите внимание на группу зданий Министерства финансов по левому берегу. Особенно выделяется мощное строгое здание главного казначейства серого цвета с широкой колоннами. Его первому, тогда еще царю, а не императору, пришлось провести ряд военных реформ. При нем с нуля был построен российский флот и реорганизована армия. Встреча с Крюковым Только что мы вошли в Крюков-канал. В начале 18-го века он в транспортных целях был прорыт от реки Невы до реки Морь. Затем участок Невы до Адмиралтейского канала был засыплен. И в настоящее время Крюков-канал растирается от площади Труда до реки Морь. Канал получил свое современное название в честь порталчика Семена Крюкова. Крюков будет собой преградить путь шведом и закрепиться на берегах. Ага, сейчас! Для этого, прежде всего, нужна была крепость. Петр I сам набирал ее место, исследуя ту реку. Крепость!